Новогодние праздники – это самый ожидаемый отрезок времени в году. Ёлки и петарды, фейерверки, подарки, поздравления близких и дружеские засторья обещают хорошее настроение и долгожданный отдых. Однако мы забываем, что эти зимние дни становятся одними из самых жарких для служителей правопорядка, да и для нас самих таят немало неприятных и опасных моментов. О том, как будут охранять спокойствие горожан артёмовские полицейские, нам рассказал капитан полиции, командир взвода ППС Александр Лазуков. Праздники в основном, конечно, идут такие нарушения, как нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. Также, несмотря на то, что холодная погода, не искореняется такой вид правонарушений, как распитие спиртных напитков в общественных местах. Мы решили ещё раз уточнить, каковы же правила поведения, установленные для сотрудников полиции. Что мы должны делать, если к нам обратились стражи порядка? В любом случае, сотрудник полиции, когда подходит к граждану, значит, представляется, говорит, в чём причина. То есть, если гражданин находится в состоянии опьянения, значит, то же самое. Сотрудник объясняет, что вы находитесь в состоянии опьянения. Значит, что запрещено, в общем-то, у нас законодательством. Законодательство. Состояние опьянения, значит, квалифицируется несколькими признаками. То есть, гражданин должен или вести себя неадекватно, не ориентироваться на месте, или, значит, одет не по сезону, может быть, грязная одежда. То есть, запах алкоголя сильный. То есть, его поведение должно мешать другим, в общем-то, нормальным людям отдыхать. Если сотрудник полиции задаёт вопрос, кто вы такой, значит, куда идёте, движетесь, и почему в таком состоянии, значит, нужно назвать свою фамилию, имя, отчество, адрес проживания. А дальше сотрудники полиции сами установят, правильно вы назвали ваши данные или неправильно. То есть, да, то есть, у нас базы есть информационные, по которым личность устанавливается. Нетрезвых людей в праздничные дни всегда прибавляется. Но одно дело, когда выпившие мирно возвращаются домой. Другое, когда продолжают распитие спиртных напитков прямо на улице. Особенно молодые люди, значит, идя по улице, значит, незазорно считают пить пиво. Более крепкие спиртные напитки, в общем-то, что тоже запрещено, да, законодательством. Всегда нужно точно знать, какие действия по отношению к вольному или невольному нарушителю порядка имеют право применить полицейские. Как оказалось, это во многом зависит от поведения человека, привлекшего внимание правоохранителей. Сотрудники ППС могут ограничить предупреждением, то есть, если гражданин... Адекватный? Да, адекватный, но уже, в общем-то, сказать-то, близок к кондиции, когда его нужно будет изолировать с улицы. Значит, сотрудники ППС могут сделать предупреждение гражданину, могут доставить его домой, если он рядышком живет, могут доставить в отдел полиции для составления административного протокола, ну и могут водворить ПДЗ для, значит, задержать до 48 часов до решения суда. Важно, что человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, неадекватно воспринимая действительность и часто уверен, что он абсолютно трезв. В этой ситуации наряд ППС принимает самостоятельное решение о степени опасности нарушителя для окружающих, а нередко и вовсе спасая того от самых неприятных историй. Со стороны, что человек находится в состоянии опьянения, сотрудники полиции подошли, замечание сделали, не надо принимать это все в штыки, в общем-то, это сотрудник полиции. Тоже человек делает свою работу, значит, так как нахождение граждан в состоянии опьянения, значит, не только есть состав самого правонарушения, но также в отношениях этих граждан еще могут совершать также правонарушения, преступления. Грабежи, да, нападения разбойные, значит, кражи, если человек уже, как сказать, дошел до кондиции, нередко такое случается, в общем-то, во время праздников, тем более таких затяжных, как праздники новогодние. В заключение мы поинтересовались, в каких местах нашего города в новогодние праздники мы с наибольшей вероятностью рискуем подвергнуть опасности наш кошелек, здоровье, а иногда и жизнь. Ну, как показывает практика, значит, злаченными местами такие являются места, где граждане распивают спиртные напитки, спиртные напитки. То есть это рестораны, кафе всевозможные, в основном вот на такие места, в общем-то. Сотрудники полиции обращают внимание, в общем-то, в этих местах и скандалы происходят разного рода, значит, то же самое в состоянии опьянения, в основном, конечно, это все в состоянии опьянения делается.